Здравствуйте! В эфире регион 38, безопасное движение, проект телекомпании АЭС и главного управления ВД России по Иркутской области. СИМ – сейчас это доступное средство передвижения для каждого. И за дня в день мы наблюдаем, как водители средств индивидуальной мобильности нарушают правила дорожного движения, сбивают людей, становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Тема сегодняшней программы – средства индивидуальной мобильности. И в этом выпуске вы увидите. Дорожная сводка. Статистика дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю. Обсудим тему аварийности с участием СИМов. По какой причине чаще всего происходят аварии с их участием? И что делать, если попали в ДТП с владельцем средства индивидуальной мобильности? С 3 по 9 июля в Иркутске и Иркутском районе зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб. 26 получили травмы различной степени тяжести. Из них – 5 детей. Всего за минувшую неделю произошло 207 автоаварий. Повреждено 381 транспортное средство. В Нижне-Илимском районе сотрудники ДПС в ходе погони остановили Тойоту. При проверке выяснилось, что 29-летний водитель не имел водительских прав. Кроме того, процедура освидетельствования показала наличие алкоголя. При составлении материалов сотрудники полиции по рации получили ориентировку об угоне автомобиля, под описание которого подходила задержанная ими машина. Выяснилось, что транспорт задержанный мужчина угнал. Угонщик будет привлечен к административной ответственности. Также в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На 141-м километре автодороги Р-258 Байкал 25-летний водитель Приуса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автовазом, перевозившим 8 машин из Владивостока в Красноярск. В результате происшествия пассажир Тойоты от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Водитель и второй пассажир госпитализированы. На федеральной автодороге Р-255 Сибирь столкнулись Ниссан и автобус. В результате происшествия 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера от полученных травм скончались на месте. Еще троим пассажирам Ниссана потребовалась медицинская помощь. В момент автоаварии в автобусе находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых госпитализирован. Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего. С наступлением летнего сезона все больше людей предпочитает пользоваться средствами индивидуальной мобильности. Это доступно и удобно. Но с каждым годом мы видим все более печальную статистику ДТП с участием СИМ. По какой причине чаще всего происходят аварии с их участием? Что делать, если вы попали в ДТП с владельцем средства индивидуальной мобильности? И какие правила дорожного движения распространяются на СИМов? Об этом мы поговорим с инспектором отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления госавтоинспекцией по Иркутской области, лейтенантом полиции Виктором Комаровым. Виктор Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Кого относят к СИМам и сколько ДТП с их участием уже произошло с начала летнего сезона? Средства индивидуальной мобильности – это транспортные средства, которые оборудованы одним или двумя колесами, предназначенные для индивидуального передвижения лиц, оборудованные двигателем. К таким СИМам могут относиться и сигвеи, и моноколеса, и электросамокаты. Стоит отметить, что с начала текущего года на территории нашего региона зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей СИМов. Стоит отметить, что один человек у нас погиб, четыре человека получили травмы. Из них трое – это дети. По каким причинам чаще всего происходит ДТП с участием СИМов? Если смотреть на причины, то в первую очередь это все же не соблюдение правил дорожного движения. То есть также нередко мы видим, что на самокатах, например, управляют два человека, что категорически запрещено, потому что нарушается и равновесие, и управляемость теряется данного транспортного средства. В результате чего могут быть дорожно-транспортные происшествия. Также есть такие причины, как переезд пешеходного перехода. То есть все мы знаем, что водители СИМов перед переездом пешеходного перехода должны спешиться с него, то есть остановиться, слезти и идти рядом со своим СИМом, прокатывая его. А зачастую у нас водители самокатов, к ним это больше всего относится, стараются быстро проскочить пешеходный переход, думая, что там свободно и нет транспортных средств. Когда они это начинают делать, то нередки случаи, когда водители тоже в свою очередь приближаются к такому пешеходному переходу. И, к сожалению, это заканчивается дорожно-транспортными происшествиями. И также следует отметить, что на дворовой территории у нас нередки наезды на СИМов, когда они также незаметно и неожиданно появляются. То есть водителям следует быть внимательными при проезде жилых зон и дворовых территорий. А как правильно и безопасно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности? Следует отметить, что на средствах индивидуальной мобильности разрешено передвигаться по пешеходным дорожкам, пешеходным переходам и пешеходным зонам. Также следует, что такие СИМы должны быть не более 35 кг и развивать скорость не более 25 км в час. Также есть случаи, когда на СИМах могут передвигаться по проезжей части. Но следует отметить, что это должно быть только по краю проезжей части и только если нет возможности передвигаться по пешеходным зонам и пешеходным дорожкам. А что делать владельцу СИМ, если он попал в ДТП? Требования к владельцу СИМ примерно такие же, как и к любому водителю. То есть необходимо остановиться, осмотреться, оценить обстановку. Если пострадал кто-то, то необходимо сообщить в скорую помощь. Также ни в коем случае нельзя скрываться с места дорожно-транспортного происшествия. То есть если данным СИМом управляет ребенок, ему необходимо связаться со своими родителями. И там уже по прибытию на место им созвониться с сотрудниками госавтоинспекции, следовать рекомендациям дежурного инспектора. И данное дорожно-транспортное происшествие будет оформлено. В абсолютном большинстве самокатами дети пользуются по аккаунтам родителей, к сожалению. Наша оферта вообще запрещает брать самокаты людям, не достигшим 18 лет. Хотя в ПДД есть послабление, что на самокатах можно ездить с 16 лет. Но мы сами против этого. И зачастую это происходит с согласия родителей. А как бороться с незнанием правил дорожного движения от людей? Ну, это важный вопрос, поскольку все аварии и зачастую весь травматизм происходит по незнанию. По незнанию дорожного движения. Это, конечно, пропаганда. Пропаганда нас. Мы сами пропагандируем на общественных площадках. Проводим школу вождения вместе с ГИБДД. Проводим рейды вместе с ГИБДД. Также у нас работают сами наши сотрудники, где мы разъясняем молодым людям, как пользоваться самокатом, можно ли, нельзя. Блокируем аккаунт. Также штрафуем людей за неправильную постановку самокатов и неправильное вождение их. Что, по вашему мнению, поможет снизить печальную статистику ДТП с участием самокатчиков? Статистику по снижению нарушений и травматизма, конечно, это правила дорожного движения. Это нужно им рассказывать, что появился новый вид транспорта, что он внедряется в нашу систему. Конечно, это не без шероховатости проходит, но люди привыкают. Следующим будет этапом – это уже адаптация этого продукта, этого транспорта, пропаганда, школа обучений. Важный момент – это совершенственные технологии. Много происшествий происходит, когда люди ездят подвое на самокате. Это разбалансировка тяжести, и какая-то небольшая кочка может привести к падению. Сейчас умное зрение определяет, что на самокате едет два самокатчика и будет блокировать колесо. Какие меры помогут снизить большое количество ДТП с участием СИМ? И какую работу проводит Госавтоинспекция по Иркутской области для сокращения ДТП с ними? Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, рейды, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей СИМов. Это касается и тех сотрудников, которые находятся на дороге. Они проводят профилактические беседы с водителями, объясняют, что нужно при проезде дворовой территории быть внимательными и быть готовыми к тому, что такой вид транспорта может появиться, и необходимо будет снизить скорость. Также большую работу проводят сотрудники, которые проводят мониторинг соцсетей. Там они рассматривают ситуации, когда есть определенные нарушения, то есть выявляют таких нарушителей, привлекают их к ответственности. Уважаемые родители, следите за воспитанием своих детей. Не предоставляйте им возможность передвигаться на средствах индивидуальной мобильности самостоятельно до 14 лет. Контролируйте своего ребенка. И не давайте ему возможность брать арендованный самокат, если он не достиг определенного возраста. Также обращаю внимание ко всем водителям. Будьте внимательны и осторожны. Помните, что средства индивидуальной мобильности находятся на наших дорогах и могут оказаться рядом с вами. Вы смотрели «Регион 38. Безопасное движение» проект телекомпании «Аист» и Главного управления МВД России по Иркутской области. Мы расскажем, что происходит на дорогах региона. Смотрите нас каждую неделю и отправляйте свои темы для обсуждений в комментариях под этой программой в наших социальных сетях.